Добрый день, друзья! Многие профессии за время их существования обрастают мифами и легендами, но самые интересные байки всегда полиции. Что является правдой, а что нет, будем разбираться в нашей программе «Полицейские из Петровки» вместе с начальником пресс-службы столичного МВД Владимиром Васениным. Владимир, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, какие экспертизы проводят сотрудники МВД? В составе Главного управления МВД России по городу Москве существует целый экспертно-криминалистический центр. Это люди, которые проводят различного рода экспертизы, помогают нашим следователям, помогают полицейским в районах, в округах доказывать либо опровергать вину в отношении конкретного гражданина. Экспертов по направлениям очень много. Это очень глубокая область знаний, и, как правило, эксперт разбирается очень профессионально в одном направлении. У нас есть технические экспертизы. Это те экспертизы, которые исследуют различные механизмы. У нас есть экспертизы взрывотехнические, экспертизы, которые изучают следы, экспертизы, которые изучают человека. То есть на сегодняшний момент спектр экспертиз, который проводится в Главном управлении МВД России по городу Москве, огромный. И мы фактически можем исследовать все, что необходимо, в том числе и документы, в том числе провести экономические экспертизы. И любые экспертизы, которые позволяют нам установить вину, либо, еще раз скажу, повторюсь, опровергнуть какие-то факты. Вот вы сказали, что вы проводите экспертизы. А если, например, подозреваемый или его адвокат или, не знаю, там, свидетель по делу просит провести экспертизу, в этом случае вы можете проводить экспертизу? Нет. Основанием для проведения экспертизы является только решение судебных органов либо запрос так называемого органа обознания, то есть либо следователя, либо дознавателя нашего полицейского подразделения. Вообще, если взять экспертизу, давайте посмотрим, зачем она нужна. Если, например, у нас с вами на месте происшествия в тени обнаружена пуля, выпущенная из предполагаемого оружия преступника, то данная пуля изымается, на ней проводится исследование для того, чтобы установить, из какого пистолета она, либо оружие выпущен, изучаются следы на этой пуле, оставленные стволом. И в целом, изымая пулю с места происшествия, мы потом, найдя, допустим, оружие преступления, сможем доказать, что именно вот эта пуля была выпущена именно из вот этого пистолета. Вот это заключение эксперта будет служить связкой между задержанным человеком с пистолетом, да, и пули, изъятые на месте происшествия. Если там произошло тяжкое преступление, например, убийство, пули, изъятые из тела человека, также будут сопоставляться с изъятым оружием. Поэтому любая экспертиза, как правило, именно полицейская, она проводится только в рамках поручений данных следственными органами, либо судебными. И со стороны подозреваемых, когда поступают запросы, конечно, такие экспертизы не проводятся. Мы можем назначать экспертизу, если подозреваемый в своем допросе сообщает о каких-то фактах дополнительных, да, но это всегда оценивает следователя в рамках объема доказательств. То есть надо всегда понимать, либо подозреваемый хочет каким-то образом уйти от своей ответственности, да, за совершенное деяние, либо он действительно помогает следователю доказать свою невиновность, объяснить какие-то нюансы. Вот тут следователь может принять решение, но по заявлениям подозреваемых, обвиняемых экспертиза не проводится. Вот вы сейчас говорили про уголовные дела, а, например, по гражданским делам или арбитражным делам проводятся экспертизы? Нет, для этого есть другие подразделения, другие органы, это область исследования в нашу составляющую не входит, если не касается возбужденных уголовных дел, то есть гражданские арбитражные дела, конечно, это не составляющая полиции. Такой интересный вопрос. Довольно часто показывают в различных сериалах, как берут документ и практически по почерку устанавливают, когда был написан документ, кем был писан. А в действительности возможно такое установить? У нас достаточно сильные эксперты-почерковеды, которые занимаются исследованием почерка. По ним проводится очень много исследований, фактически в ежедневном режиме очень много поступает запросов. Как правило, это изучение подписей. Человеку, оказавшемуся в сложной ситуации, либо оказавшемуся жертвой преступления, часто приходится доказывать, поставил ли он эту подпись, либо не поставил. И наши эксперты, используя методики существующие, различные методики, могут по многим параметрам доказывать вот такие факты. Там я сейчас не буду останавливаться на нюансах, но кратко скажу, что там изучаются даже углы поворотов при нанесении шариковой ручкой на бумагу каких-то линий. То есть целый комплекс применяется экспертом. И мы можем рассматривать не только саму подпись, которая нанесена в рамках подчерковической экспертизы. Мы можем исследовать рукописный текст, мы можем установить, принадлежит он конкретному человеку или не принадлежит. Мы можем установить, является он подделкой, либо не является. Мы изучаем бумагу, на которой это сделано. Мы рассматриваем также и фактически даты производства этого документа. То есть мы можем понимать, получив документ в руки, в какой период времени он был сделан. Это очень много, часто касается исторических документов, когда пытаются продать автографы из знаменитых, известных людей. Да, например, каких-то. Мы получаем такие запросы, у нас очень часто возникают такие исследования. И поверьте, что мы в каждой ситуации всегда даем четкое понимание вот именно по этим параметрам. Возвращаясь к уголовным делам, вы сказали о том, что, допустим, пулю вытащили из тела и таким образом смогут определить оружие. А судебно-медицинская экспертиза проводится ли в данном случае? Вот как раз в судебно-медицинских экспертизах это не область проведения исследований со стороны полиции. Существуют специальные эксперты-медики. Эти люди, как правило, работают в моргах при исследовании тел погибших. И они обладают другой спецификацией, которой у полицейских нет. Вот именно установление причины смерти человека делают не полицейские, а именно судебные медики, которые относятся к подразделениям Министерства здравоохранения. Тогда не знаю, следующий вопрос для вас или нет. Написал подписчик, можно попробовать ответить. спрашивает, возможно ли опознать человека по костным останкам или черепу? Вы будете удивлены, но исследования по костным останкам, в том числе по черепу, полицейские могут и умеют проводить. И это является нашей компетенцией. Здесь надо понимать, что каждый человек уникален, он неповторим ни в чем. И любые его данные, которые есть у полицейских, в том числе кости черепа, они позволяют от человека, прежде всего, минимум понять его минимальный набор данных. Это полупримерный возраст, это какие-то данные, связанные с ростом, с весом. И чем больше мы соберем информации, тем больше мы сможем отдать следователям для работы. В том числе по костям черепа можно установить, постараться установить возраст человека, можно посмотреть целостность костей черепа и максимальный объем данных, которые мы соберем, мы всегда отдаем, еще раз говорю, следователям, которые уже потом пользуются. То есть по черепу человека можно даже построить лицо. Если идет применение пропорций, если у нас есть какие-то части, то с помощью построения пропорциональных остальных частей, с помощью в том числе и компьютера, мы можем даже восстановить его внешность. Ну то есть вот получается, как в фильмах показывают, что там такой 3D-макет получается и прям цвет, глаз, то есть... Фильмы часто показывают, и даже не часто, а всегда показывают на тех базовых экспертизах, на тех базовых историях, которые существуют в реальности. Спасибо большое за развернутые ответы. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня был начальник пресс-службы столичного МВД Владимир Васенин. Если вдруг у вас есть вопросы или легенды, которые бы вы хотели обсудить, пишите под этим видео. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!